Европейское бюро по борьбе с мошенничеством Олаф провело за год 197 расследований и сделало национальным правоохранительным органам 309 рекомендаций, которые помогут вернуть из преступных рук в бюджет ЕС 3 миллиарда евро. Львиная доля усилий следователей пришлась на Румынию, Венгрию и Польшу. «Не обязательно имеется корреляция между числом проведённых нами расследований и уровнем мошенничества или коррупции в конкретной стране», — сказал в Брюсселе глава агентства. «Если таких расследований много, это может просто означать, что мы много сотрудничаем или что у нас много информации об отдельной стране, поэтому я не буду обобщать». Ряд серьёзных нарушений выявлено в деятельности венгерской компании «Элиос». Она поставляла оборудование для уличного освещения городов, получая особо выгодные государственные контракты, многие из которых финансировал Евросоюз. Частью акций компании владел ранее Иштван Тибортс, взять премьер-министра Виктора Орбана. В Венгрии отказывается начать судебный процесс по этому делу. «Я отдаю себе отчёт в том, что это расследование оказало политическое влияние», — продолжал Николас Иллет. «Я, конечно, информирован о том, что пишет венгерская пресса. Но в данном случае ничего особенного нет. Мы проводим много подобных расследований в разных странах, и мы будем продолжать то, что мы делаем». По итогам расследования дела «Элиос», агентство ОЛОФ порекомендовало ЕС забрать у Венгрии выделенные ей 40 миллионов евро.